10 вещей, которые вы увидите впервые в жизни, блядь, чего-то. Всем привет! Вы удивитесь, если узнаете, как много нового контента возникает в интернете всего лишь за один сутки. Это другое, блядь. Например, 500 миллионов опубликованных твитов или 4 петабайта новой информации на Фейсбуке. Что уж говорить про новости, видео и развлекательный контент. Ну, блядь, на самом деле в Твиттере чего там, там, все эти сообщения можно смело делить на два. Первое сообщение — то, что женщины лучше мужчин, а второе сообщение — то, что Путин отстой. Два типа сообщений, блядь. Можно просто делить на два, и все будет окей. Из-за столь оживленного информационного фона мы с вами ежедневно потребляем в разы больше знаний, чем наши предки. Да! И, конечно, можно подумать, что вы со своим опытом зависания в сети уже видели все. Но поверьте, на просторах интернета еще есть вещи, которые вас удивят. Сегодня мы поговорим как раз о них. Поехали! Голая обезьяна К сожалению, нам не удалось выяснить, при каких именно... Нихуя себе! Просто зэк какой-то, как будто бы, с татуировкой. На обстоятельствах обезьяна из этого ролика потеряла все свои волосы. Но достоверно известно, что шимпанзе, которые содержатся в неволе, вполне могут страдать так называемой аллопецией. Речь идет о частичном или полном облысении, и несколько таких случаев уже было зарегистрировано. Бля, ебать, он накачанный. Видали какие у него руки здоровые? Бля, просто человеческие руки. Почему это происходит? Ученые пока что лишь пытаются выяснить точные причины. Но по их предварительным теориям, шимпанзе так сильно похоже на людей, что потеря ими волос может быть связана с сильным стрессом или психологической травмой. Как в общем и у человека. А долговременное проживание животного в ограниченном пространстве... Бля, просто жесть! Бля, ебать, руки накачанные, бля, пиздец! Вот это жесть, да? Просто охуеть! Какими хорошими бы ни были условия, это определенно высокий... А прикиньте, лысая горилла! Уровень стресса. Кроме того, среди приматов уже давно была зафиксирована аномальная модель поведения. Просто какой-то смотритель зоопарка трахнул самку шимпанзе. Так ты же вроде не в клетке, ты на стиме сидишь. Типа еще был один такой случай? Не знал, блядь. Которую ветеринары еще только пытаются объяснить. Иногда шимпанзе не просто копаются в шерсти друг друга, но и полностью выдергивают ее. Смотреть на приматов в таком состоянии, согласитесь, странно. Они находятся от нас всего лишь в паре генетических шагов. А без шерсти их сходство с человеком просто пугает. Да, только они, блядь, гораздо более ебаные. В мускулистые... Кула и желудок. Если вы смотрите это видео прямо во время еды, то советуем отложить еду на потом. Ну, если... У шимпанзе вроде как бицепс в 20 раз сильнее, чем у среднестатистического человека. Ну, я не удивлю. Вы очень впечатлительны. Так вот, знаете ли вы, что в природе встречается такое явление, как подвижный желудок? По-научному это называется эверсия. Она встречается у очень ограниченного числа представителей фауны. В том числе у некоторых видов акул. Заключается такая особенность в том, что желудок может безболезненно перемещаться по организму животного и даже при необходимости выпадать наружу. А потом, как ни в чем не бывало, попадать обратно в тело. Чем акулам такое умение? Как правило, оно применяется хищниками в ситуациях крайнего стресса или при необходимости резко избавиться от лишней еды. Акулы просто физически не приспособлены к обычной рвоте, но при этом склонны сильно переедать. Поэтому в те моменты, когда их организму нужно немедленно отторгнуть какую-то часть пищи, в том числе плохо перевариваемую, желудок просто выбрасывается наружу и очищается естественным образом. К такой реакции может привести, например, нахождение в желудке акулы, панцирей, черепах, костей или перьев. В целом это вполне... Вот девочкам бы такую скилуху, да, пожрала вкусно и вытряхнула все сразу же, чтобы два пальца в рот не класть и все, и худая. ...безопасный природный механизм, который приносит акулам лишь облегчение. Но иногда, когда желудок выбрасывается наружу из-за стресса, им сложно вернуть его на место самостоятельно. Язык свиста Мы настолько привыкли общаться друг с другом с помощью слов, что даже не задумываемся о возможном существовании других способов... ...коммуникации. Ну, не считая языка жестов, конечно. Иногда в мире можно найти и другой феномен. Свистящие языки, которые используются некоторыми народами для коммуникации на расстоянии. Такие народы есть на Канарских островах, в Ганне, Центральной и Южной Америках. Однако почти во всех этих местах они близки к полному вымиранию. Ебануться, блядь, общаться так, на самом деле. На планете, где используется язык свиста, это турецкая горная деревня Кушкё. О наличии здесь такого типа коммуникации ученые узнали в 60-х годах прошлого века, когда им владел почти каждый житель. Сегодня им владеет лишь каждый второй. Ведь появление портативных средств связи в наших жизнях уже решило проблему общения на расстоянии. Предание гласит, что язык, который жители деревни Кушкё называют птичьим, передается от отца к сыну уже много столетий. Некоторые историки считают, что он был придуман горцами во время военных столкновений. Другие же говорят, что язык свиста был принесен сюда испанскими иммигрантами во времена Инквизиции. Но, скорее всего, необычный способ коммуникации – это все-таки собственное изобретение местных пастухов. Надо же им было как-то общаться в дотелефонную эпоху в местности со столь сложным горным рельефом. Кстати, один интересный факт. Язык свиста... Да, пальцы во рту. В говне покопался, блядь, там все сделал, нахуй, все, и пальцы в рот. Плюс глисты, блядь. Потом у тебя бычий цепень, нахуй, вот такой, блядь, просто из жопы вылазит, блядь, и захватывает твою хату рейдерским захватом просто такой. И выкидывает тебя, нахуй, блядь, короче, дома, блядь, и живет там. Глиста так заинтересовал ученых, что они решили даже провести подробные обследования его носителей. Оказалось, что при разговоре на птичьем в голове человека активируются сразу оба полушария мозга, хотя за обработку обычного языка обычно отвечает только левая. Все потому, что правое полушарие связано в том числе и с обработкой мелодий и частот звука. Бар на озере Уверены, что в карте бара вас уже ничем не удивить, ведь все напитки в разных заведениях похожи друг на друга. Что ж, этот шот, скорее всего, заставит вас поменять свое мнение. Внутри него вас ждет бонус. Живая рыба. И выпить его нужно залпом. Как вам такое? Это идея. Как хуйня, блядь, которая типа хочет жестко удивить, но нахуй она кому нужна? Кроме пропитых алкашей в дерьмо, которая готова хоть говно, блядь, выпить разбавленной своей... Одна из многих креативных инициатив жительницы Миннесоты Джози Норгран. Бля, вот это креатив просто. Еще, наверное, как-нибудь жестко называется. Это типа рыбный супершот, блядь. Ты пил рыбный супершот? Это просто бомба, блядь. Такой же шот какой-нибудь, как миллионы других, блядь, с рыбой, блядь, в этой хуйне. Которая, блядь, еще пахнет там или еще... Блядь, отстой, ебаный. Она много лет мечтала открыть собственный бар, и некоторое время назад наконец-то это сделала. Заведение возвели прямо посреди заледенялого озера Лида. Конечно, открыто оно не круглый год, а лишь пару-тройку недель зимой, когда толщина льда достигает безопасного показателя. Рок флешмоб. Ну, бля, пизда, сейчас это потепление разъебет этот бар. Убыточное предприятие. Ебать, она... Ну, кстати, еще рыба мучается в этой хуйне. Все время вспоминаю, как пацан огромную рыбу, когда глотал, она ему легкие попала, а не в желудок, понятно. Тот, кто имеет хотя бы небольшое представление... Рыбий цепень. Но если они не сожрут, ничего страшного, но вообще в рыбе, да, очень часто в мясе рыбы, рыбы находятся личинки, паразитов. Очень часто. Поэтому рыбу нужно очень хорошо обрабатывать. Пиздец. Очень хорошо. Там очень жесткие паразиты и всякие черви, блядь, всякая... Которая, блядь, там тебя жрет, нахуй, изнутри. Откладывает там яйца, блядь. Там, блядь, причем есть ебанутые вообще. Там есть такие ебанутые паразиты, что просто жесть, блядь. Поставление о живом звуке в музыке знает, как тяжело его настроить. Порой на саундчеке перед концертом уходят долгие часы. То бочка у барабанщика звучит не так, то бас громче всех остальных гитар, то инструменты заглушают вокал. Короче говоря, отстроить звук даже для одной группы из четырех человек не так-то просто. А теперь представьте, если таких групп будет в 200 раз больше, и все они будут играть одновременно один и тот же трек. Кажется невозможным? Вовсе нет. Такой флешмоб уже существует. Блядь, мы это видели, по-моему. Автор идеи, итальянец Фабио Зефагнини, периодически собирает в своей родной стране музыкантов со всего мира, чтобы исполнить вместе любимые рок-хиты. На этой записи, например, вы можете увидеть совместное выступление 400 гитаристов, 300 басистов, 250 ударников и 350 вокалистов. Блядь, вокалисты, наверное, там самые охуеть нужные чуваки, блядь, когда их 350. Сам Зефагнини называет участников своей акции членами... Каждый я такая, блядь, каждый чувак такой пришел с пиздой, такая. А вообще, блядь, там нихуя не понятно, потому что 350 чуваков поют одновременно, блядь, ты можешь там хоть пердеть жопой, блядь. в этот микрофон, и ничего не будет, блядь. И такие стоят. Блядь, исполняют. Настоящие рок-группы. Для выступления они приезжают в Италию из более чем 30 стран. Вещи из рыбы. Так, номер 231. Фальшивишь, сука. Номер 220. Хватит пердеть микрофон. Ты думал, мы тебя не услышим. Тайнер Джоэл Айзек вырос в индейской общине на Аляске, где его с детства учили жить в добрососедстве с природой. Конечно, сегодня цивилизованному человеку не обязательно идти на охоту или рыбалку для добычи пропитания. Но для некоторых это остается частью культуры. Правда, сейчас Джоэл продолжает заниматься рыболовством не столько из-за самой рыбы, сколько из-за ее кожи. Оказалось, что из этого материала можно сделать огромное количество предметов... Не, ну чё, к пивку так-то нормально, блядь. Если и покупать женщине туфли, то только такие. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Приглашаешь своих друзей... Приглашаешь своих друзей, значит, а у вас кончились закуски. Но ебать, блядь, туфли жены под рукой. Взяли, общипали, блядь. И кайф. Не лох, ты лох. Обихода и даже одежду. Дизайнер, например, использует кожу лосося для создания масок, туфель, платьев и даже мотоциклятных курток. Всю рыбу он вылавливает, потрошит и съедает сам, как и его предки десятки лет тому назад. Школа на воде. Я не знаю, мне даже... Ладно, хорошо. Визитница из натуральной рыбьей кожи. Подарки, блядь, и аксессуары. Ебануть, блядь, я даже хуй знаю. Каждый год более одной пятой территории Бангладеш подвергается чудовищным наводнениям. В те моменты, когда вода размывает и без того плохие дороги, жизнь многих поселений замирает, в том числе останавливается и обучение в школах. Местный предприниматель Мохаммед Резван... ...которого ненавидят все дети из той страны, потому что ему удалось забрать выходные, построив ебучую школу на воде. Дети радовались. Наводнение, ура! Как вторые каникулы. Но тут приходит какой-то, блядь, хуй очкастый. И говорит, спокуха, я настолько богат, что отъебашу вам школу прям вот на воде. Будет плавать. Вызвался найти решение этой проблемы и подумал, если дети не могут доехать до школы, то почему она не может доехать до них? Тогда у него и появились первые планы по строительству плавучего образовательного заведения. По сути, оно представляет собой сеть лодок, которые являются одновременно и школьными автобусами, и комнатами для уроков. Учиться в них могут школьники от 6 до 10 лет. Внутри необычных лодок, компьютеры, питающиеся солнечной энергией от панелей на крыше, сотни книг и нас... Честно говоря, выглядит очень хрупко. Стоящие школьные доски. На некоторых судах даже есть игровые комнаты с горками, турниками и кочерями. Кстати, вечером здесь также проводят занятия для взрослых. Например, про то, как защитить свой урожай в случае резкого повышения уровня воды в регионе. Гениально, правда? Да, наверное. Почта в горах. Оказывается, в мире есть невероятно оригинальные почтовые сооружения. Вот, например, почтовая будка, расположенная в высокогорной деревне Хиким, прямо посреди Гимала... Бля, ребят, наша деревня. Деревня Хиков, блядь. Поставили почтовое отделение, мы в горе, блядь, построили. На горе. Чтоб, блядь, с нами хоть какая-то связь была. Чисто сидим на горе, играем в компуктер, блядь. На высоте почти 4,5 тысяч... Ебая, вот там сабы живут. Вот там сабы живут. Это моя вилла. Не, моя вилла вот в самом верху, блядь. Да, это нормально. Все, блядь, играем по сетке, блядь, все. По локалке, по локалке, блядь. Пинг ноль, нахуй. Тичеметров. Здесь не работает мобильная связь и не подключается интернет. Но... А, нет, это не наша деревня. Какая-то другая деревня. Это перепутали. Это не наша деревня, нет. Мы в такой деревне живем. У нас другая деревня. Перепутал чат, они просто похожи. Не-не-не, другая деревня. Прямо приходят и отправляются исправно. Все благодаря Ринчину Черрингу, который работает здесь каждый день, начиная с далекого 1983 года. В то время парня посчитали самым образованным среди жителей деревни, которая состоит из около 30 домов. Кстати, в его задачи входит не только корреспонденция. Он также выдает жителям поселения паспорта и даже хранит у себя их денежные накопления и драгоценности. Неплохо устроено. Только зачем отдавать этому чуваку на хранение драгоценности, когда это просто чувак? Я в плане того, что его жилье просто одного ограбят и все, в чем прикол? Никто не любит составлять таблицы в Excel. Ну только если вы не по-настоящему влюбленный в свою работу бухгалтер. Но вообще разбираться с... Когда деньги будут Тимис, Мис, Кумас, Мис... Формулами и интерфейсом этой программы то еще испытание, особенно для гуманитариев. Оказалось, что мы сильно недооцениваем этот инструмент. На нем можно составлять вовсе не только скучные годовые отчеты. В это сложно поверить, но... В это сложно поверить, но... В Excel-таблице отлично можно записать аниме-аукцион. Не только кто выкупил, когда выкупил, но еще и какой тайтл там будет. А если вы умеете владеть Excel-ем экспертно, вы можете оценки там ставить. Вот, да. Японец Тацио Хариучи использует Excel для творчества. После ухода на пенсию 20 лет назад мужчина решил попробовать себя в искусстве, но тратиться на дорогостоящие краски и кисти ему не хотелось. Тогда он решил проверить, а можно ли писать картины с помощью программ, установленных у него на компьютере. Пейнт Хариучи не понравился, так как показался слишком примитивным, а вот Excel показался вполне подходящим. Результат этой идеи вы видите на экране. Используя простые векторные инструменты, разработанные в первую очередь для построения графиков, Хариучи рисует панорамы японской сельской жизни. И на первый взгляд, ну очень сложно поверить, что они сделаны не в графическом редакторе. Ну, бля, это выглядит, ну так себе. Вот это выглядит прикольно. Вот это выглядит красиво, да. В фактическом редакторе. Ну, такое. Прикольно, бля, старику просто хуйней страдает. Учитывая, сколько у него картин там стоит за ним, он нихуя продать не может. Но, неважно, всё равно прикольно. Наоборот. Когда машина едет задним ходом, в этом есть логика. Иногда это просто необходимо. Но зачем человеку бежать спиной вперёд, кроме как в качестве специфического упражнения на какой-то тренировке? Оказывается, и этому может быть объяснение. Аарон Йодер бегал всю свою жизнь. Но в какой-то момент получил серьёзную травму колена. Увы, участвовать в забегах и активных тренировках спортсмен больше не мог. Но и полностью исключать бег из собственной жизни ему не хотелось. Как разрешить эту дилемму? Ответ появился неожиданно. Однажды Аарон совершенно случайно обнаружил, что при беге задним ходом его травмированное колено не испытывает совершенно никакого напряжения. С тех пор спортсмен полностью перешёл на этот вид физической активности и сегодня считается рекордсменом по самому быстрому бегу спиной вперёд во всём мире. Псс, дружище! Невероятно! Невероятно! Похлопаем! Похлопаем! Суперспособность, ребята! Кто это? Человек наоборот! Нет! Человек наоборот! Он догонит нас, если будет бежать спиной. Ну ладно, чувак нашёл выход из ситуации. Раз ему нравится так сильно так сильно нравится бегать, то почему нет?